У алтайских льготников со статусом федеральной осталось полтора месяца для того, чтобы определиться, в каком виде получать так называемый социальный пакет – в натуральном или денежном. Статистика показывает, что четверо из пяти земляков предпочитают деньги. Но специалисты отмечают, что для людей с тяжелыми заболеваниями такой выбор весьма рискован. Почему? Обсудим тему с практикующим врачом-главным неврологом Алтайского края Сергеем Федяниным. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день. Поскольку вы врач, то прежде всего коснемся с вами одной из трех составляющих соцпакета – это лекарства. Почему лично вы убеждены, что нужно их получать в натуральном виде, а не выбирать сумму деньгами? Дело в том, что довольно большая группа заболеваний требует практически постоянного приема различных медикаментов. Здесь к ним относятся и сахарный диабет, и системный атеросклероз, и гипертоническая болезнь. Такие заболевания неврологические, как миостыния, как рассеянный склероз. И, в общем-то, постоянно принимать эти препараты этим больным необходимо. Это жизненно необходимо. А в случае отказа от приема препаратов возникают либо тяжелые осложнения этих заболеваний, либо их прогрессирование. И, в общем-то, льгота дает возможность больным принимать их постоянно, причем постоянно приходить на прием, наблюдаться у врача. И это очень большой плюс для наших пациентов. Но ведь, смотрите, вы говорите льготу. Льготу же можно выбрать и деньгами, и пойти приобрести препарат. Зачастую стоимость препаратов оказывается гораздо выше, чем те деньги, которые получают льготники в случае отказа от приема лекарственных средств. То есть люди просто не приобретают тогда препараты? Да, и в нашей практике это встречается довольно часто. И это может привести, я так понимаю, к более серьезным последствиям? Конечно. Дело в том, что существует довольно большое количество... Ну, вот если возьмем инсульт. Если взять инсульт, то существует довольно большое количество так называемых фоновых заболеваний. Факторов риска, которые приводят к возникновению инсульта. И к ним относятся сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклеротическое поражение артерии и так далее. В общем-то, зачастую люди, страдая этими заболеваниями, не обращают особого внимания на системный прием лекарственных средств. И принимают их периодически. Что ведет к развитию уже тяжелого инсульта. Они попадают к нам и, в общем-то, могут оказаться либо в инвалидной коляске, либо, в общем-то, уйти из жизни. Это жизненно необходимо для наших больных. Сергей Александрович, ну вот в списке льготных лекарств вообще много наименований, ну скажем, препаратов вот именно вашего, неврологического профиля? Ну, можно сказать, что их сотни. Дело в том, что существует довольно большая группа заболеваний, во-первых, неврологических, которые требуют приема этих препаратов. Ну, допустим, миостыния, допустим, рассеянный склероз, допустим, перенесенный инсульт. Это препараты вторичной профилактики инсульта. И существует довольно большое количество, в общем-то, смежных с нами заболеваний, которые либо дают осложнение со стороны неврологии, либо, ну, конкретно приводят уже к неврологическим заболеваниям. Ну, то есть спектр препаратов большой. Спектр довольно большой. И, в общем-то, есть выбор. То есть мы можем довольно сильно варьировать в зависимости от тяжести заболевания, в зависимости от необходимости назначения у каждого больного. Вот скажите, в основном препараты импортного или отечественного производства? Может быть, люди зачастую отказываются от соцпакета, потому что не доверяют, ну, многие, мы это знаем, не доверяют отечественным препаратам? Здесь можно сказать, что ситуация, в общем-то, раскладывается, ну, примерно 50 на 50. Но следует также учитывать, что многие российские препараты, да и вообще есть оригинальные российские препараты, которые оказываются довольно эффективными. В общем-то, их очень активно используются в медицинской практике. С другой стороны, есть довольно большое количество российских препаратов, которые делаются на импортном сырье и, в общем-то, не уступают никаким образом по эффективности от тех препаратов, которые делаются европейскими, американскими компаниями и так далее. А вот стоимость препаратов именно для ваших пациентов, она превышает сумму, которую человек может выбрать за год? Вот если брать наших пациентов, с которыми мы занимаемся, мы занимаемся, наше отделение занимается инсультом, то я могу сказать уверенно, что да. То есть стоимость этих препаратов, если человек их будет получать по льготе, она превышает те деньги, те выплаты, которые люди получают, если отказываются от их приема. Ну, а в среднем на сколько? Или сложно так вот сейчас оценить? Ну, зачастую это 50-60 процентов. Прилично. А скажите вообще, как организовано льготное обеспечение лекарствами? Может быть, просто нужно много кабинетов обойти, прежде чем их получить? Ну, в общем-то, таких вот огромных сложностей в этом нет. Люди обращаются к своим врачам, люди обращаются в пенсионный фонд, пишут заявления и, в общем-то, все это довольно несложно организовать. То есть процесс не такой уж и сложный. Не такой сложный, не такой длительный. И, в общем-то, индивидуальная терапия здесь подбирается уже для каждого больного. И вот в завершении программы скажите, ну, точнее даже посоветуйте, наверное, людям с таким как гипертоники, может быть, с другими какими-то сложными заболеваниями. То есть кому из них нужно прежде всего выбирать соцпакет, ну, вот в натуральном виде, не деньгами? Ну, в общем-то, все люди, которые имеют льготу, они должны оценить здесь свои риски прогрессирования заболеваний, свои риски развития новых заболеваний. Я думаю, что здесь, конечно, каждый человек, он хозяин своего здоровья. И если есть действительно какая-то патология, которая может привести к развитию инфаркта, инсульта, которая может привести к прогрессированию сахарного диабета, это многочисленные осложнения, это диабетическая стопа, это полиневропатия диабетическая, это риски внезапной смерти, то я думаю, что здесь человек должен, конечно, на весы все положить и решить в пользу уже льготного обеспечения. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин